Мы поняли, что христианин может иметь силу благодаря крови Агнца, если он знает и понимает, что означает верить в кровь Иисуса. Мы поняли, что верить в кровь Иисуса означает знать, что сделала для нас Его кровь. Верить в кровь Иисуса — это знать, что Она нам дала. Вы должны знать это, потому что вы не можете верить, не имея при этом познаний воли Божьей. Вам нужно знать волю Божью и Его Слово, потому что это одно и то же. Если вы не знаете волю Божью на свою жизнь, вы не сможете высвободить веру в Нее. Пока вы не будете знать волю Божью и Слово Божье о крови Иисуса, вы не сможете высвободить веру в Нее, и, соответственно, вы не получите от Нее никакой силы. Итак, верить в кровь Иисуса — это знать, что принесла эта кровь, и чего она для нас достигла. Это очень важно. Так что мы должны начать верить в Нее. Когда мы начинаем уделять время тому, чтобы возрастать в вере в кровь Иисуса, мы начинаем верить в Нее. А когда мы начинаем в Нее верить, мы начинаем применять эту веру в своей повседневной жизни. Вы начинаете провозглашать, что через кровь Иисуса вы имеете победу, и что через кровь Иисуса вы имеете исцеление и защиту, так что никакое разрушение не прикоснется к вам. Падут тысячи и десять тысяч одесную вас, но к вам не приблизятся, благодаря крови Иисуса. Когда вы начинаете призывать кровь Иисуса, когда берете то, что вы узнали о Его крови, и превращаете это в свое исповедание, тогда вы сможете использовать это против врага и одержать победу в жизни. Вы принимаете постоянную победу через веру в кровь Агнца. Вот как вы должны ее применять. И последнее, но не менее важное, вы должны ожидать чуда. Вам нужно ожидать того, что кровь Христа начнет приносить плоды в тех сферах, о которых говорит Библия. Мы уже рассмотрели, что во время распятия кровь текла из пяти частей тела Иисуса. Его кровь пролилась за нас. Мы рассмотрели то, что Его спина была избита плетью, и что кровь текла из Его ран. Библия говорит, что ранами Его мы исцелились. То есть, кровь, которая текла из ран на Его спине, приобрела для нас исцеление. Каждый раз, когда кровь начинала течь из одной из пяти частей тела Иисуса, она что-то для нас приобретала. И когда кровь Иисуса была полностью высвобождена и пролита, этим для нас было куплено исцеление. Поэтому вы не должны терпеть болезни, ведь кровь Христа приобрела для вас исцеление. Аминь. Также мы рассматривали второй момент, когда для нас была высвобождена сила, когда на голову Христа надели терновый венец, Голова — это место, куда приходит благословение. Когда кого-то благословляли, то клали руки ему на голову. Но тогда кровь лилась из-за тернии, и эти тернии представляли собой проклятие. Когда кровь пошла из головы, когда она вышла из головы Иисуса, она принесла нам избавление от проклятий. И теперь, когда мы избавились от проклятий, мы благословлены. Вы больше не должны жить под проклятием, по крайней мере, вы можете жить без них, потому что кровь Иисуса приобрела для вас свободу от проклятий. Итак, третье место силы, откуда во время распятия текла кровь, это его руки. Очень важно, чтобы вы это поняли. Вы должны понять, о чем я собираюсь говорить сегодня, потому что демоны начали трепетать после того, как услышали мои слова вчера вечером. Аминь. Итак, руки. Кровь текла из его рук. Давайте вспомним то, о чем я говорил на прошлой неделе, и кое-что добавим. Евангелие от Иоанна, 19 глава, с 16 по 18 стих. Давайте прочитаем это место вслух. Готовы? Читаем. «Тогда, наконец, Он предал Его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса». Когда они распяли Иисуса, то взяли Его руки и прибили их ко кресту. Его кровь текла с рук, когда Он испытывал невыносимую боль. Это третье ключевое место, в котором наш Господь Иисус пролил Свою драгоценную кровь. Его руки были прибиты гвоздями, потому что Его кровь была пролита через руки. Ваши руки являются символом экономической способности и силы. Ваши руки созданы для работы и для сбора богатства. Через руки Вы принимаете и отдаете деньги. Библия постоянно говорит о плоде рук человеческих и о том, что человек будет благословен. Откройте Второзаконие 28 главу. Мне кажется, мы снова должны увидеть это. Второзаконие 28.8. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Добро пожаловать в класс!» Вы поймёте, вы будете кричать об этом весь день. Второзаконие 28 глава, 8 стих. Обратите внимание на то, что здесь сказано. «Пошлёт Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих». Итак, благословение будет во всём, к чему вы приложите свою руку. «И благословить тебя на земле, которую Господь Бог твой даёт тебе». Обратите внимание на 12 стих. Здесь сказано. «Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою, небо, чтобы оно давало дождь земле твоей во время своё, и чтобы благословлять все дела, чего? Рук твоих. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы». Вот что говорит Бог. «Я хочу, чтобы дела твоих рук были настолько благословлены, чтобы ты мог давать взаймы». Всё это происходит через руки. «Я хочу, чтобы дела твоих рук были так благословлены, чтобы ты мог давать взаймы». Слава Богу! Скажите, «Дела моих рук благословлены». «Всё, что делают мои руки, будет благословлено». Кто из вас верит в Писание? Хорошо. И пока мы во Второзаконии, давайте откроем 12 главу, 7 стих. Давайте вместе прочитаем 7 стих. Второзаконие 12, 7. Готовы? Читаем. «И ешьте там перед Господом, Богом вашим, и веселитесь вы, и семейство ваше, о всём, что делалось руками вашими, чтобы благословил тебя Господь Бог твой». Он говорит, что вы будете веселиться обо всём, что делалось руками вашими. Вы будете веселиться. Бог хочет благословить работу ваших рук и дать вам процветание и избыток во всём, за что бы вы ни взялись. Вот что должно происходить с христианами. Аминь? Я буду излагать суть медленно, чтобы вы поняли то, что я хочу до вас донести. Есть одна важная сфера, в которую пришло проклятие во время грехопадения. Это область, в которой оно имело сильное влияние и затронуло экономическую сторону. Вот то, что мы не поняли, когда читали об Эдемском саде и о грехопадении, которое на него повлияло. Никто не видит, что была затронута его экономика. Подумайте вот о чём. До грехопадения людей они жили в Божьем избытке, не так ли? В Эдемском саду было всё, что нужно человеку, верно? Ему не нужно было работать в поте лица, чтобы поесть. У него был избыток. Скажите, избыток. Избыток был у него в руках. На самом деле, Бог дал Эдемскому саду избыток ещё до того, как Он создал человека. И как Бог назвал этот сад избытка? Эдем. Слово Эдем означает избыток. Послушайте. Эдем означает избыток. А также это означает наслаждение, рай, удовольствие или блаженство. Вот что было у человека до грехопадения. А после него человек потерял избыток. Понимаете, что произошло? После грехопадения человек был изгнан из Эдема. Что означает Эдем? Я только что рассказал вам. Избыток, наслаждение, рай. Но после грехопадения человек утратил избыток и был изгнан из Эдема. Был изгнан из места наслаждения, рая или блаженства. И ему пришлось работать в поте лица, чтобы выжить. До грехопадения земля давала ему урожай с избытком. А после падения земля утратила свою силу. То, что здесь мы видим, это бедность. Что такое бедность? Бедность — это трудности, нехватка. Недостаток, долг, проблемы. Это непродуктивность. Это состояние нехватки средств на обеспечение материальных нужд и комфорта. Когда ушел избыток, то пришла бедность. В саду появилась бедность. Бедность — это не творение Божье. Избыток — это творение Божье. А бедность — это творение Сатаны. Послушайте меня внимательно. Поскольку мы не поняли, в чем суть бедности, мы не увидели в ней результат грехопадения человека. Но недостаток — это прямой результат грехопадения. Недостаток — это и есть бедность. Недостаток и нехватка вместе с долгом и дефицитом образуют бедность. Мы так долго терпели бедность в обществе, что уже не замечаем ее. Вы переживаете недостаток в своей жизни и считаете это нормальным, потому что все время от времени через это проходят. Но мы ясно видим, что Бог хочет, чтобы дела ваших рук были благословлены. Он призвал вас к избытку, а вы остановились на бедности. Вы застряли на нехватке и недостатке. Вы терпели и позволяли этому быть в вашей жизни. Но пока вы терпите, пока вы не сопротивляетесь, бедность остается в вашей жизни. Вы продолжаете искать оправдания, потому что она там, вместо того, чтобы назвать это своим именем. Это бедность и это результат грехопадения, от которого мы были искуплены. Это означает, что вы были искуплены от недостатка и нехватки. Но вы продолжаете терпеть недостаток и говорите, «Слава Богу! Аллилуйя!» Бог разберется, Он уже со всем разобрался. Вы должны быть благословлены, а не жить в недостатке. Перестаньте довольствоваться недостатком. Вы так меня и не поняли. Вы живете от зарплаты до зарплаты. Ребенку нужны новые ботинки. Счет за свет просрочен, а ведь есть счет за газ. Телефон отключен. Вы ждете зарплаты и занимаете у Павла, чтобы заплатить Петру. Вы думаете, что жизнь такой должна быть? Все это будет до тех пор, пока вы не противостанете этому положению вещей. Я говорю вам сегодня, противостойте Ему. Выйдите из недостатка. Скажите вслух, «Со мной этого быть не должно». Скажите хоть что-то, «Это не должно со мной происходить». Я рожден свыше, я христианин. Иисус пришел, чтобы я имел жизнь и жизнь с избытком. Я не должен испытывать недостаток. Я должен быть продуктивным. Мои руки работали для этого. Все должно работать. Бог сказал, что в тот день, в который люди съедят от дерева, с которого Он говорил им не есть, они умрут. Что это за смерть? Отделение от Небесного Отца и Его обеспечение. Что сделал Адам? Он не повиновался. Неповиновение приведет к тому, что вы отделитесь от Бога Отца и Его обеспечение. И Бог назвал это проклятием. Проклятие, которое пришло в тот день, было проклятием бедности. Человек от избытка перешел к бедности, и люди долгое время терпят ее. Бедность заменила избыток. Работа человеческих рук была проклята, и экономическая способность людей уменьшилась. Давайте рассмотрим то, что после грехопадения человека сказал Бог. Это показывает нам, что человеческая экономика и процветание значительно пострадали из-за этого падения. Откройте Бытие, третью главу. Пока вы не устанете от усталости, вы так и будете ходить усталыми. Но сегодня тот день, когда вы уйдете от недостатка. Я не шучу. Бытие, третья глава, семнадцатый стих. Послушайте, что здесь написано. Адам уже сказал, вот что сказал ему Бог, за то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Я уверен в том, что неповиновение может привести человека к бедности. Неповиновение может привести человека к недостатку. Неповиновение может привести человека к нехватке. Обратите внимание на то, что сказано. Поскольку ты неповиновался, проклята земля за тебя. Послушайте, это значит, что земля была плодоносна, а теперь она проклята. И дальше Бог говорит, «Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Постойте, это значит, что вы не должны были питаться со скорбью, и Бог продолжил. Терния. Они представляют собой проклятие. Терния и волчцы. Произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою в поте лица твоего. Это и есть бедность. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Перестань потеть, как грешник». «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Итак, в итоге человек умирает и превращается в прах, из которого он взят. Но перед этим он испытывает скорби и трудности. «Здесь явно видна бедность и скорбь». Это явно бедность. Уменьшенная продуктивность. Это и есть бедность. В поте лица зарабатывать на еду и испытывать трудности ради выживания. Это и есть бедность. Бедность стала главным результатом грехопадения. Она стала главным результатом падения человека. И я не понимаю, почему спустя столько лет мы так с ней и не разобрались. Это одна из главных проблем. Смотрите сами. Это первое последствие грехопадения. Она не просто пришла из ниоткуда. Вы не увидите народы, которые просто взяли и появились из ниоткуда. Так и бедность стала первым последствием грехопадения человека. Я наконец-то начал собирать все воедино. Каждый раз, когда я еду в бедную страну, то вместо того, чтобы смотреть на их бедность, я смотрю немного глубже. Например, повинуются ли они Богу? И когда я вижу колдовство и тому подобные вещи, то понимаю, что эти люди живут так, потому что это последствия неповиновения Богу. Позвольте мне привести вам кое-какие примеры, небольшую статистику. Наверное, ее больше, но я начну с того, что у меня есть. Я хочу, чтобы вы послушали это. Свыше 40 тысяч детей умирают от голода. Свыше 750 миллионов человек ложатся спать, ничего не поев. Свыше 100 миллионов каждую ночь спят без крыши над головой. Свыше 900 миллионов живут в трущобах из жести или картона. Миллионы людей живут на свалках, где царит антисанитария и умирают из-за отсутствия простых лекарств. В одной только Южной Америке свыше 20 миллионов бездомных детей. Свыше 100 человек ежедневно умирают, не услышав имени Христа. Свыше 2,5 миллиардов человек по всему миру все еще ожидают того, чтобы услышать Евангелие. Очевидно, что бедность была и остается главным последствием грехопадения человека, не так ли? Таким образом, учение об искуплении, которое не решает вопрос бедности, является неполноценным и неадекватным. Когда вы приходите в церковь, в которой говорится об искуплении, которое ничего не делает с бедностью, такое искупление неполноценное и неполное. Когда большинство людей приходят в церковь, они слышат, «Я был искуплен от греха». Да, аминь. Я искуплен от болезней. Да, аминь. Я искуплен от проклятия закона. Да, аминь. Но без понимания того, что вы были искуплены так же и от бедности, ваше искупление будет неполным, потому что бедность стала проблемой после грехопадения человека, и она остается проблемой и сегодня. Люди, которые живут в бедности, должны знать, что кровь Иисуса искупила их от этого. Когда Иисус протянул руки и позволил гвоздям пробить их, Он заплатил цену для того, чтобы отменить бедность. Похоже, вы не слышите, о чем я говорю. Когда Иисус протянул руки и позволил гвоздям пробить их, Он заплатил цену для того, чтобы отменить бедность и в то же время высвободить избыток. Я хочу, чтобы вы меня услышали. Кровь текла из Его рук. Он заплатил цену за искупление от бедности и высвободил избыток. Поскольку за это заплачено, вы можете им воспользоваться. Не знаю, как вы, но если вы купите мне рубашку Бриони 16-го размера и заплатите за нее 500 долларов, а потом принесете ее мне и скажете, за нее заплачено, я не буду просто стоять и говорить, о, слава Господу, за нее заплачено. Я возьму и буду ее носить, потому что за нее уже заплачено. Я не хочу, чтобы она пропала даром, потому что за нее уже заплачено. Если мы пойдем в ресторан, и когда вы выйдете в туалет, я заплачу за вашу еду, то я не хочу, чтобы вы сидели и ждали, пока все остынет, чтобы официант потом выбросил еду. Я хочу, чтобы вы съели ее, потому что уже заплатил за нее. Здесь действует тот же самый принцип, поскольку за ваше освобождение от недостатка, нехватки и бедности уже было заплачено. И поскольку Иисус заплатил за высвобождение избытка в вашей жизни, то вам стоит принять избыток и отвернуться от бедности, ведь за все это было заплачено кровью, которая стекала с рук Иисуса. Повернитесь к своему соседу и скажите, я больше никогда не буду банкротом. За мой избыток уже заплачено кровью Иисуса. Заплачено. За это заплачено. Так почему вы позволяете миру переубедить вас в этом? За это заплачено. Но вы боитесь принять этот избыток. За это заплачено. Но вы не хотите это использовать. За это заплачено. Но вы не хотите, чтобы кто-то мог подумать, что вы любите деньги. За это заплачено. Но вы не хотите этим воспользоваться. Но я говорю вам сейчас во имя Иисуса. Используйте все то, что Иисус приобрел для вас своей кровью. Примите это и живите в этом. Живите в этом. Господь простер руки. Который во славе расставляли звезды. И позволил людям пробить их гвоздями. Он сделался бедным ради вас. Чтобы вы обогатились его нищетою. Сейчас я объясню вам это. Но перед этим я хочу показать вам кое-что из 3 главы послания к Галатам. Вы должны это понять. Миру лучше поберечься. Скоро он увидит в вашей жизни силу Божью. Слава Богу! Повернитесь к своему соседу и скажите. «Я ушел». Кто-то спросит «Ушел от чего?» От бедности, недостатка и долгов. Я не просто ухожу. Я уже ушел. Я принимаю это по вере во имя Иисуса. Я не буду продолжать жить в бедности, когда за мою свободу была заплачена цена. Если вы поступаете так, вы кокотитесь. Вы кокотитесь из шоу Энди Гриффита. Цена была уплачена, но вы продолжаете закрывать себя. Но я благодарю Господа Иисуса за то, что Он повесил ключи на стену. Когда вы устанете сидеть в тюрьме, возьмите ключи, как отис, откройте свою камеру и начните жить в том, за что уже заплатил Иисус. Теперь прочтите это место. Галатам 3 глава, 13 и 14 стих. Рассмотрим их в свете того, о чем мы говорили. Христос искупил нас, то есть Он избавил нас от клятвы проклятия закона. Бедность — это проклятие. Аминь. Мы уже это поняли. Как говорит Библия, бедность ведет к разрушению. Но Христос искупил нас от проклятия закона. Прочитайте следующий отрывок. Сделавшись за нас проклятием, Он сделался за нас проклятием, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников. Посмотрите, Он сделался за нас проклятием не просто так. Он сделался проклятием, чтобы на всех остальных могли прийти благословение. Я хочу, чтобы вы кое-что записали. Проклятие приравнивается к бедности. Позвольте мне задать вам вопрос. Является ли бедность частью проклятия? Хорошо, запишите это. А благословение подразумевает избыток. Разве не это вы видите? Когда Божье благословение действует в жизнях людей, вы видите избыток. Увидев это простое уравнение, давайте перейдем ко второму посланию к Коринфянам 8,8. Второе Коринфянам, 8 глава, 9 стих. Второе Коринфянам 8,9. Давайте прочитаем 9 стих вместе. Готовы? А? Читаем. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Итак, позвольте мне сказать это вот так. «Ибо вы познали благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи благословен...» Видите, что я сделал? «Что Он, будучи благословен, ради вас сделался проклятым». Разве не это мы читаем в послании к Галатам? «Чтобы вы, через это, сделались благословенны». Давайте прочитаем еще раз. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи в избытке, обнищал ради вас, дабы вы жили в избытке Его нищетою». Он снова пытается заплатить цену для того, чтобы вывести вас из недостатка. Но вы все равно хотите остаться там. Он заплатил цену, когда кровь текла с Его рук. Иисус никогда не был духовно нищим, но Он позволил крови заплатить за вас цену. Вот что Он сделал. И Он говорит, «Сам я не беден и не проклят, и не сделал ничего, чтобы получить это. Но ради вас Я стану таким. Я стану таким». Да, Он не сделал ничего, чтобы понести на себе проклятие. Но Он понес его на себе, чтобы через Него, через Его кровь, которая текла из Его тела, наше проклятие ушло. И мы стали богаты. Позвольте мне объяснить вам. Иисус говорит, «Я взял на Себя бедность, чтобы вы могли взять избыток». «Я взял на Себя бедность, чтобы вы могли взять избыток». Почему вы не принимаете этот избыток? Почему вы ходите вокруг да около с повешенным носом? Ну, Господа, это не волнует. Разве вы не понимаете, неужели Его это не волнует? Из-за этого Он пролил свою кровь. Как вы смеете говорить, что избыток Его не волнует? Как вы можете говорить, что Бога не волнует ваше экономическое положение, когда Он пошел на крест и принял избиение, когда Его руки были прибиты гвоздями, чтобы вы смогли избавиться от результата грехопадения, которое произошло в Эдемском саду, и пришли к избытку? Как вы можете говорить, что Его волнует только то, чтобы вы спаслись и попали на небеса? Ведь когда вы попадете на небеса, вы не будете знать, как себя вести. Это будет как в сериале Беверель Хиллз, потому что вы не взяли ничего. Бог хочет, чтобы вы жили в избытке. Вы должны понять ту цену, которая была заплачена, чтобы вы жили в нем. Но вы просто смотрите, как одержимые бесами грешники живут в большом избытке. Хотя избыток был предназначен не для них, он был предназначен для вас, детей Божьих. Но я не могу заставить вас принять его, потому что вы продолжаете думать, что я просто какой-то проповедник, который хочет забрать ваши деньги. Бог хочет, чтобы вы жили в избытке. Но грешники живут лучше вас. Так не должно быть. Множество распутных, лживых и блудящих грешников живут в избытке. Хотя Иисус пролил свою кровь, чтобы избыток был у вас. Возможно, кто-то скажет, хорошо, пастор, я верю в это. Я верю в это, но с чего мне начать? Некоторые из вас должны начать со своих уст. Некоторые должны начать с правильных слов. Я не живу в бедности. Я отказываюсь ходить в недостатке. Я живу в избытке. Я выхожу из долгов. Мои нужды восполнены. Возможно, вы не увидите этого сразу, но вы должны с чего-то начать. Вы должны называть несуществующее существующим. Вы должны с чего-то начать. Вам нужно дать дьяволу понять, что больше не будет ни единого дня, который я проведу в бедности, потому что кровь из рук Христа была пролита, чтобы я мог жить на уровне выше тех, кто не повинуется Господу. Начните с чего-то. Перестаньте ходить и жаловаться на то, что вы банкрот. Перестаньте говорить, что вы не знаете, как это пережить. Перестаньте делать это. Когда вы видите негативное, то, как говорит Библия, пусть бедный скажет, «Я богат». Почему? Как вы думаете, Бог сказал это? Вы должны с чего-то начать. Вам не убрать меня с кафедры. Я не собирался говорить этого сегодня. Как вы смеете говорить, что это не было важно для Господа, раз Он пролил свою кровь? Я больше ничего не буду бояться. Я больше никогда не буду чувствовать стыд, когда буду жить в том, за что было заплачено Иисусом. Спасибо за твою кровь, Господь! Дело в том, что вы не знали, как заставить что-то быть эффективным, и вы начали это ненавидеть. Что-то в вашей жизни не получилось, и вы начали завидовать тем, у кого все получилось. Причина, по которой ничего не получалось, была в том, что вы не повиновались Богу. Вы делали в темноте нечто плохое, после чего приходили в церковь и говорили «Аллилуйя», и пытались представить все в таком свете, словно Слово Божье не работает, но Слово Господа всегда работает для тех, кто живет в послушании Ему. Знаете, брат Доллар, вам не стоит преподавать это в Африке, скажет кто-то. Я был там, и они процветают. Потому что именно это и должно происходить с искупленным кровью святым. Все это заставит вас жить правильно. У меня нет времени на то, чтобы кого-то ненавидеть. Я не буду портить из-за кого-то свою жизнь. Я не буду этого делать. Я не буду портить свою жизнь. И я не позволю кому-то другому ее испортить. Я не позволю этого сделать. Говорите и делайте, что хотите. Я все равно буду любить вас. Я буду за вас молиться. Даже если вы мой враг, Библия повелевает нам любить своих врагов. И с этим вам ничего не поделать. Откройте Иоанна 10 главу. Это знакомое местописание. Иоанна 10 глава. Суть не в том, чтобы вы процветали ради самого себя. Суть в том, чтобы вы процветали для того, чтобы мы могли помочь детям на улице. Суть в том, чтобы вы процветали для того, чтобы могли дать обездоленным людям крышу над головой. Суть в том, чтобы вы процветали для того, чтобы могли помочь тем, кто нуждается. Дело даже не в вас. Дело в Царстве Божьем. Бог хочет, чтобы вы процветали ради Его Царства. Он не дает вам процветания просто для того чтобы вы имели новый дом или новую машину он дает вам процветания чтобы вы смогли сделать свой вклад в царство божье и когда вы сделаете свой вклад в его царство он позаботится о вашей машине слишком много людей нуждаются в помощи но мы не можем никому помочь если нам самим нужна помощь как мы можем помочь восстанавливать гаити если мы даже не можем оплатить свой счет за электроэнергию как мы можем помочь детям на улице если мы все еще слизываем масло с ножа когда мы все еще делаем бутерброды с сыром и заворачиваем их в пакеты которые потом стираем вы не можете быть для других благословением если сами не были благословлены мы должны научиться как жить в благословении потому что много всего происходит в этом мире люди нуждаются в нас они нуждаются в том чтобы вы начали свое дело не надо давать мне книгу о том как стать богатым бог знает как сделать так чтобы все были такими какими они должны быть я доверяю богу в том что он обратится к вам сам я не буду вовлекать вас в что-то но бог покажет вам что нужно сделать он обратиться к женщине которая была в долгах и которая вот-вот могла потерять сыновей и он сказал ей через пророка пойди и возьми что есть в доме твоем что есть вашем доме она сказала у меня нет ничего разве что немного масла тогда он сказал чтобы она пошла и одолжила сосуды и чтобы их было побольше бог знает как привести вас в место предпринимательства все что вам нужно это желание быть благословенным вы должны перестать акцентировать на себе и начать думать о том что вы можете сделать для других а не что вам нужно для себя но что мы можем сделать чтобы изменить этот мир у меня должны быть деньги у меня они должны быть потому что я живу в эдеме нет вы больше не найдете сад потому что его нет он уже не там где был раньше потому что бог поместил его внутрь каждого рожденного свыше верующего райский сад внутри вас слава богу дело не в вас дело не в эгоизме дело не в вас а в царстве божьем разве вы не понимаете позаботьтесь о царстве и царство позаботиться о вас бог даст процветание тем кто любит его царство они тем кто любит процветания поэтому не нужно давать мне свою книжечку о том как стать богатым она у меня уже есть это ваше откровение оно мне не нужно потому что я стараюсь научить народ божий как делать это божьим способом всегда главным является мотив почему вы делаете это почему вы сегодня пришли в церковь а вы хотите создать пирамиду почему вы здесь что вы здесь делаете вы пришли найти себе жену это хорошее место но у вас все должно быть в порядке потому что эти женщины ищут себе святых людей тех кто живет благочестиво им не нужен весноватый панк помоги мне иисус они не ищут не ищут вы понимаете о чем я они ищут святого человека любящего иисуса живущего праведно читающего библию того у кого есть работа того кто процветает они не ищут себе крутого папочку эти дни позади раньше может они и пытались так поступать но они уже прошли через это и больше такого не хотят они ищут мужа божьего поэтому вы пришли в нужное место но у вас должно быть нужное портфолио потому что я не позволю своим духовным дочерям выходить замуж за слабаков вот что я хочу сказать через год красивая может оказаться уродливым если вы не платите по счетам и при этом говорите что ходите в любви у вас могут быть кривые ноги и вы будете ходить вот так но никому не будет до этого дела мы искуплены да мы искуплены хорошо вы открыли иоанна иоанна 10 глава господь иисус помоги мне мы уже дошли до этого я снова вернулся к теме иоанна 10 глава господь помоги мне во иисус помолитесь за меня я сказал много того чего не должен был говорить прямо сейчас иоанна 10 10 давайте вернемся к библии кто-то скажет пастор мы и так открыли вы еще десять минут назад сказали главу и стих иоанна 10 глава 10 стих обратите внимание на то что здесь сказано мы ведь еще не прочитали это место тогда обратите внимание на то что здесь написано вор вор это не бог не так ли и бог это не вор не так ли так про кого здесь говорится про сатану вор приходит только для того обратите внимание на то что он делает он приходит чтобы украсть убить и погубить в притчах сказано беда для бедных скудостях бедность создана для того чтобы погубить вас а теперь смотрите но я пришел это говорит иисус он говорит нам почему он пришел нет вы еще к этому не готовы он говорит я пришел давайте вместе прочитаем я пришел для того чтобы имели жизнь и имели с избытком куда же яснее иисус сказал я пришел чтобы вы имели жизнь с избытком послушайте что говорится в расширенном переводе вор приходит только для того чтобы украсть убить и погубить я пришел для того чтобы вы имели и наслаждались имели и наслаждались жизнью и жизнью в избытке в полноте так чтобы благословение переливалась это воля бога отца для вас меня не волнует кому она нравится а кому нет это то что вы только что прочитали она отмечена красным потому что это воля божия для вас пролив свою драгоценную кровь иисус высвободил в ваши руки завет благословений и богатства он высвободил силу чтобы получать и создавать богатство через изобретения концепции и идеи которые вы получаете тогда когда повинуетесь его голосу и указаниям иисус заплатил за это своей драгоценной кровью бог делает это для того чтобы установить свой завет на земле вот что меня зацепило он пролил свою кровь чтобы я имел избыток но у меня его нет откройте второзаконие 8 18 причина по которой люди этого не ищут скрыта в том что они путают жажду денег с жаждой бога никто не просит вас жаждать денег это плохо и неправильно но вы должны искать того ради чего бог пролил свою кровь и что он для вас приобрел все что вы делаете должно быть с избытком давайте прочитаем 18 стих вместе готовы читаем но чтобы помнил господа бога твоего ибо он дает тебе силу приобретать богатство дабы исполнить как ныне завет свой который он клятвою утвердил отцом твоим но чтобы помнил господа бог дает вам силу что такое сила это способность выполнять работу и эта сила любовь сила это способность выполнять работу и эта сила любовь если дьяволу удается не дать вам действовать в безусловной любви то он лишит вас силы я знаю что в вашей жизни есть люди которых вы хотите кое чего лишить я знаю что в вашей жизни есть люди которым вы хотели бы наступить на горло но вы Вы не можете этого сделать, потому что это лишит вас силы. Я знаю, что есть люди, которым вы хотели бы сказать пару ласковых слов. Вы хотели бы сказать, что вы о них думаете, но не стоит этого делать. Оставьте это. Вам самим это пригодится. В ту минуту, когда вы позволите этому излиться, в ту минуту вы окунетесь в обиду и начнете бояться того, что подумают о вас другие. Именно в этот момент вы лишитесь силы. Кто обидел и лишил вас с помазания? Это помазание дано для того, чтобы вы исцелились. Это помазание призвано дать вам силу. Это то помазание, о котором мы говорим. Это помазание, которое Бог дал вам для приобретения богатства. Это помазание, когда к вам приходят мысли с небес. Это помазание, когда к вам приходит новый замысел. Это помазание, когда Бог берет нечто маленькое и дает вам посмотреть это под другим ракурсом, как не смотрел никто другой. Это помазанная идея, когда вы получаете ответ, как это было с Иосифом. Этот ответ сделал его вторым по могуществу человеком во всем Египте. Поэтому праведная жизнь — это не попусту проведенное время. Праведная жизнь — это предпосылка к тому, как вы будете жить здесь. Бог говорит, что даст вам силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвою утвердил Отцам вашим. Позвольте мне показать то отношение, в котором все мы сейчас живем. Вот какое у нас отношение. Люди говорят, «Нам не нужно здоровья и богатства». Кто из вас слышал такое раньше? «Нам не нужно здоровья и богатства». К нам в церковь приходили люди, которые не оставались даже до конца служения, а не слышали, как я начинал говорить, «Мне нужно выходить из этого». И они шли отсюда разбитыми. Мы стараемся помочь вам восстановиться. Мы стараемся показать вам, что вы больше не должны ходить разбитыми. Мы стараемся показать вам, что Иисус пролил свою кровь, чтобы вы могли иметь силу и жить так, как должны. Но что за демоническое давление сходит на людей, когда они говорят, «Нам не нужно здоровья и богатства». Бога это не интересует. Он хочет, чтобы люди просто спаслись, стали Его учениками и попали на небеса? Вот в чем мы должны быть внимательны. Большинство людей, которые это говорят, живут довольно комфортно. Они никогда не ощущали на себе лап бедности, никогда не были бездомными. Они не знают на личном опыте, что значит освободиться от бедности. Они и так наслаждаются жизнью в избытке благодаря Евангелию. Они были рождены богатыми. И когда они слышат нечто подобное, для них это ничего не значит… Помню, когда было так холодно, что по ночам мы натягивали на себя все одеяла, которые у нас были, потому что у мамы не было денег, чтобы оплатить счета. Помню, как у нас отключили электричество. Слава Богу, у нас был газ. Мы подогревали воду и мешали холодную воду с горячей пару лет подряд. Помню, как мы ели гамбургеры без мяса, а иногда и просто без ничего. Помню, как шел домой из ясли. Отец выходил встречать меня, и мы шли домой пешком, потому что у нас не было машины. Точнее, у нас была машина, но мы не могли ее починить. Помню, как мы ходили в дом тети Софии и получали пайки с консервами от правительства. Помню, как я совал ложку в арахисовое масло, и она гнулась, и не хотела из него вылазить. Помню, как я брал блок сыра, который присылали в картонной упаковке. Его нужно было выковыривать ножом. А если его поставить надолго в холодильник, то он рассыпался на куски. Но я все равно помню, каким чудесным был вкус жареного бутерброда с сыром. Я помню патоковый сироп. Я помню спэм, которая никогда не была ветчиной. Я помню хоккейкс. Я помню серебристую елку. Мы не могли позволить себе живую елку, как это показывают в кино. У нас была серебристая елка, которую мы ставили каждый год. Перед ней мы ставили вентилятор с подсветкой. На ней не было гирлянд, но это было Рождество. Помню, как у мамы с папой не было денег, чтобы купить нам игрушки. Я помню это. Такое бывало редко, но один случай я запомнил очень хорошо. Они не могли позволить себе этого. И мама подошла, обняла меня и сказала, «Малыш, я сделаю тебе торт». А она трудилась над ним всю ночь. Это было мое Рождество. Помню, когда в школе другие дети сменили стиль, а я остался ходить в том, что было, потому что у меня не было ничего другого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова